Так, теоретики генетики в очередной раз вытекнули климат и способность приспосабливаться о растении климату. И в очередной раз подрит мозги своими номерами. Это к Сергею не относится. Вот то письмо Сергея Александра, Александр Николаевич, у нас мужик такой жёсткий, вот, тот Александр написал абсолютную правду, так, как если с помощью сельского размножения, с помощью перекрестного пыления, создать новый сорт с определёнными качествами, может, только так, как он написал. Другое дело, надо ли это делать, это уже другой вопрос. Помните этот самый, как он называется, чтобы не было грустно, анекдот там, профессор всем ставил два, 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 никто не учил, последний студент заходит, он, рабочайник, говорит, ну, один вопрос, один ответ, я поставлю тройку и пошёл в нафиг. Вот. Хорошо, господин профессор, слушаю вас. Так вот, что такое крупное морское, воздуходышище, живородящее, самое крупное морское животное. Подумал, думал, ни хрена ж не учил. А это, господин профессор, шестиногий семерук. Что? Что вы сказали? Тут протягивает за счёт, сказать, это второй вопрос, господин профессор. И всё, вот так и тут. Значит, Сергей, ось, уже фамилию успел забыть, настоящий генетик, абсолютно точно я бы так не смог. Третье, пятое поколение близкородственной связи может добиться повторения качеств. Другое дело, что нам, садовым любителям, больше другой путь, и у вас, и у меня совсем другое направление. А так говорить, что пудрят мозги, неправильно. Это и есть истинная наука, которую я уважаю. Наконец-то я увидел письмо, которое мне так понравилось, потому что я бы так красиво не рассказал. Вот. А то, что вы пишете на практике, ничего не получается в своём климате, да, бескородственные отношения, они ничего хорошего не приводят. Там получается, как лотерея, такие малые шансы. Так, а дальше я даже читать не хочу. Нет, я обязан прочитать, раз уж я вас тоже уважаю. Но буду спорить. Ёлки с березой пусть разводят по своим законам Менделя, или однолетки гороховые. А в суровом климате, груши, яблони, абрикосы, персики, законы Менделя уходят на задний план перед законами Дедушки Мороза. Ну, понятно, действительно, там горох, там, 3 к 1, допустим. Ну, я как бы расшифровываю, там понятно. В том климате, допустим, можно даже посмотреть, заранее свойства предугадать. А у второго поколения, а там опять, уже вступая в действие этот самый, теория вероятности, то 3 к 1, а там, допустим, варианты пойдут. Вот, а теперь сам горох, с такого же цвета горохом. А будут они, ой, я бы сейчас до того доведу, и там получается такая интересная таблица, такая, эта самая, красивая. А в России, ну, посадил, получил гибрид, посадил, ну, 100 штук, ГСУ, всё, правильно. Вот, а они же все гибридные, а это ещё и Ф1, ждём результат. Ну, какой результат, если, допустим, мы должны знать, что в маму пойдут это самое 3, ещё не зря, кстати, это очень интересное наблюдение, что почти всегда, как бы гибрид не гибрид, а повторяет-то в первом поколении маму, вы понимаете? Маму, не папу, это потом. И опять там, кто будет доминантом, кто будет этим самым рецессивным, это второй план, то есть это потом. А на этом этапе-то что получается? Повторяю, практика. Вот тут, конечно, Александр Николаевич прав на 200%. 100 штук получилось. Законы Менделя действуют, никто не отменял. Сотни остались, допустим, 10. Догадайтесь, с одного раза пойдут, допустим, плебея в маму или в культурную папу. Или наоборот, плебея в папу или в культурную маму. То есть мы имеем результат. Там, как, помните, как там девочки меняют, это самое, лошадь, 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 лошадь мошенничества. Вот там они меня могли, да. 90 из 100 погибло. Среди них все культурные. То есть потомки, которые доминировали именно культурные качества. Конечно, Менделя на территории России, он есть, он существует, все честно, все правильно. Но это действительно законно. Их можно даже божескими назвать законами. Они не намеряли эти самые, не намеряли их отменять. Ну, практика такая, что не Италия у нас. Десять и сотни пошло. И ни одного культурного. Но мы-то с вами давно, Александр Николаевич, и тот Сергей Генетик, мы с вами останемся друзьями. Мы перешли на прививки. Прививки делают чудеса. Это такие чудеса, которые не мы с тем институтом, потому что и Александр Николаевич прав. И главное, что Сергей Генетик прав в квадрате, потому что все верно. Сохрани качество близкороскоростричивания. Или самоплодность. А что такое самоплодность? Это почти овечки доли. Скажите, что не так. Почти овечки доли. А откуда у них будет это самое? Это почти клонирование, микроклонирование. Скажите, что я не прав. А результат? Овечки доли на том свете. Микроклонирование потом покажу. Одна сплошная халтура. Ой, высказался. Оба права. Добрый день. А что спустя несколько лет придумать о золотом усе? Я голодным усом как? Мода была на золотой ус, да? Вот. Тоже беру литра эту самую. Ну, вы понимаете, о чем речь идет. Речь идет о фактически комнатном растении на данном этапе. Который прекрасно плодоносит, размножается как сумасшедший. И у меня сейчас два этих горшка с золотым усом. Что я делал? Пробовал жевать, быстро он доедает. Так, быстрый способ. Болитра водки. Там уже есть, существуют пропорции. Коленца у золотого уса. Вот. Ну. Ладно, короче, не будем об этом дальше продолжать. На этом мои поздания кончаются. Попробовал. А мы же не знаем, что было бы, если бы не пил золотой ус. Ну, не пил. Тогда бы чуть-чуть, что бы я бы это. А потом, может быть, надо диким и золотым усом пользоваться. Вот. Тогда, может быть, он намного лучше бы действовать. Я бы почувствовал. А где он дикит? Где взять? Ну, все, мы поняли, что я на это вопрос ответить фактически отказался. Александр, не замечали такое? Приваясь в черешне, 7 штук. Ни одна не пошла. То ли, как сливы в тот же день, тут неплохо. То ли дни какие-то, то ли конкретные сорта не приваясь на конкретную вишню. В этом году черешня плохо приваясь. Ой, 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 как черешня плохо приваясь на вишню. Ой, 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 ой. Тут одно тоже. Повезло, зацепилось. Мне вам показал фотографию. Там видели, стоит линейка, и вот такое вот просто прививка черешни на прикорневую вишню. Одна из шести пошла. У меня уже лизово. Вот и я вам плачусь. Да, плохо прививается. Сливы, конечно, легче пойдет. Ой, черешня, вишня. Они родственники? Ну, не такие уж они родственники. От плода жарки. Под каждую яблодину же посеять пора коноплю. Ой, вас тут же посадят. То ржавчины опрыскиваете по листву раствором триходермы. Дело в том, что я почему никогда грушу не опрыскивал от ржавчины? Ну, хотя бы потому, что у меня никогда ржавчины не было. И в моем саду и быть не может. Когда я встречаю в литературе или в другом саду, или получаю письма, с фотографиями. Тут другое дело. Я одно знаю. Ржавчина появляется не потому, что лист заболел от какой-то там... Мы не дошли до того, что называется грибы, мхи или шайники. Совершенно безобидные вещи, которые помогают нам в природе. Вот их объявили врагами. Дикость страшная, ужасная. Это настолько невероятно, что до сих пор вся мировая наука не знает, что они только живут на мертвечении. Не на этих... Что ни одно живое растение, ни один лист, ни одну клетку живую за миллиарды лет, за эти самые миллиарды листьев, миллиарды деревьев в ножке, и получается, все равно ни одну не съели. Но наука не знает. Когда-то мне за это вспоминать буду тем, что не успели... Я уже живу к нему, не успели дать на русскую премию. Ведь за этим следует полная отмена всей агротехники. Дикой, страшной, уничтожающей сады, уничтожающей людей, потому что это все отрава, отрава. Вот мы к этому подойдем. А пока что я скажу. Ржавчина есть, она есть. Она будет до тех пор, пока дерево будет болеть. Обычие болезни невосполнимы. То есть уже началось, уже не остановишь. Ну, представьте себе, гнет основание штаммы. Прекратилось постепенное снабжение соком, и листья начали гнить, потому что они не получают полноценного питания. Появляется ржавчина. А ржавчину воспринимают наоборот, как причину. Караул ржавчины, нашли ей несколько объяснений. Вот. И давай с ней бороться. Так вот. Я с вами, Людмила, не согласен. Уважаю ваше мнение. Вот. Но я с вами не согласен. Опрыскивайте, отравите, потратите деньги, силы, время, и ничего не получите. На какой-то момент можно остановить развитие, то, что мы называем почему-то патогенными грибами, на самом деле безобидными, они едят свое. Вот. Можно остановить, потому что они живые. И кажется, ой, надо же, они даже съежились, там, это. А на самом деле дерево как не было, так будет продолжать. Вот мое мнение, оно, меня голову на сечении дают, готов на расстрел, если я не прав. Хотя трудно быть одному на всей планете. Курдимову рекомендуют плодожорку в лапу. Надо свершить эту светящую лапочку на тазик. Нет, я понимаю, на какой-то момент немножко вы этих, какое-то количество плодов спасете. Потому что летела эта самая, бабочка эта, под названием плодожорка, она летела к яблоку, увидела свет, попалась в тазик и утонула. Вот, немножко помогает. Вот это уже, конечно, божеское, ну как божеское? Оно божеская технология, хотя бы потому, что она дерева не колечит. Вот, ну, сами понимаете. Я все время вспоминаю. Я не спорю с Курдюгой, молодец. Вот. Я, это самое, считаю, что я бы поленился. Если дерево здоровое, плодожорка, так, как сказать, совершенно безобидная, и так ее мало, если дерево здоровое. Тамара, если ковритат получились тазиками с лампой, спрашивает Владимир. Вот. Бухтияров, я говорю, может быть, вы забыли, что-то связано с моим предварительным заказом на котики. Вторую книгу и Ленту получили, спасибо. А я потом вспомню, не последний раз живем, Валентина. Что-то хотел вам сказать. Может, сегодня еще время, там еще детское. Так, деревья борются с плодожоркой. Они договариваются и делают всем садом год без урожая. А через год будет оттече урожай без плодожорки. Так, ну, вообще-то да, в этом есть смысл. Так, Колодина у нас не получается. На даче ни ночуем, уходя, выключаем энергию. Понятно. Смотритель, так называемое периодическое сплошение. Так. Выбор плодожорка. Отгрызла все яблоки. Давайте посмотрим, если это не видео. Отгрызла все яблоки. Ни хрена себе. Да. Но все яблоки я не вижу. Даже в такой зеленый уже лезет. Берез сарай. Я считаю, что бороться с ним бесполезно, потому что в плодожорке есть крылья. Со мной прилетит. Все не уничтожите. Так, пойдем дальше. Как сюда залезть, теперь надо вылезти отсюда. Нет, нет, здесь. А вот тут мы были. Вот тут мы были вебинар. Так. Напомните, как добиться укропнения плодов. Например, черешни. Ох ты, елки-палки. Вот это вопрос. Укропнение плодов может двумя путями. Тем меньше урожать, а укропнение плоды. Но опять же, до определенного генетически обусловленного предела. Когда много, чуть-чуть мельче. Когда меньше, чуть-чуть больше. Ну, в каких-то определенных пределах. Можно сказать, 5-8 грамм. Как повезет. А как добиться укропнения с помощью агротехники особой? Для этого нужно несколько поколений вырасти. Дело в том, что не зря черешни и вишни, они плохо друг друга контактируют. Например, черешню посадил на вишню в виде прививки. Она должна выдержать более сильные морозы. Например, такие, как вишня. А допустим, вишня выдержит 40. А черешня предъявила и умерла. Почему? Неполная, биологически совместимая. Вот. Но не все же черешни погибают. Допустим, выжила. Пока на следующую зиму не убила. Взял ее, перенес. Опять на вишню. Но тот же принцип, который Сергей, назовем генетик. Понял, о ком речь идет. Вот. Так же, как Сергей генетик объяснял. Близкородственные связи. То есть, по двое. Здесь тот же принцип. Это я сам до этого когда-то дошел. По двое должно быть себе одного. Желательно близкородственные. Вот. И тогда получается, при вое. На следующее поколение лучше приживается. Моя стойкость выше. На следующее поколение выше. Наконец, моя стойкость достигает такого же предела, как в терешне, как у вишни. И при этом устроившись на вишню, отторжения уже нет. Она вдруг начинает укрупняться. Вот. Именно укрупняться. Нет, не так. Должна укрупняться. А там как получится. Хотите, повторите мой путь. Кто бы спорил. Так, смотрим дальше. В общем, таким длинным путем, как я говорю, это называется на слайде ментор. Это надо железов изучать. Когда-то будут изучать. Но боюсь, что ни меня, ни вас тоже уже на этом свете не будет. Такая раскачка идет. Так. Чага, гриб, который на живых березах. А, мне кто-то когда-то задал этот вопрос. Как же так? Вот чага, гриб. Это же все-таки гриб. Вот. И почему он живет на березе? Вот. Я специально взял, когда впервые мне такое прозвание звали, он как бы противоречит тому, что я говорю. А вот чага, а вот гриб, он полезный. А он на березе живет себе? И нифига на березе не делается. Вот. Я тогда готовил этот вопрос. Но получилось как? Если вы посмотрите, у меня сейчас 143-й вебинар, да? У меня есть 144-й, 145-й, 146-й, 147-й, 148-й, до 150-го. И там где-то одноответный вопрос. А как? Я набираю гриб, тяга, фото. И смотрю на них, как они разрушают березы. Вот. Но я приближусь еще внимательнее. То есть, получается, гриб уничтожает березу. И получается, я не прав. А березе пора помирать. Она частично, я же вижу на конкретных фото, там их сотни, сотни, сотни. Я с каждым смотрю, и что я вижу? Это должно быть старое взрослое дерево, старое дерево. Оно уже больное, оно уже несчастное, ему уже и так помирает. И там, где появляется ветвичина, туда, это ветвичина, начинает есть гриб. Получается, это опухоль. И кто-то считает, что этот гриб живет береза. А кто-то считает, что она с грибом спокойно живет, что это симбионты. Да, симбионты. Почему? Потому что она отъедает. Вы когда-нибудь видели, эти самые акулы, там рядом с ними живут рыбки, которые из чешуйки уедают эту. Знаете, они начинают болеть и покрываются тоже грибами. А они раз, не грибами, нет, такими мертвыми чешуйками. И рыбки плывут, а их никто не жрет, а до кола, они прямо перед мордой вертятся. Нет, даже она знает, это симбионт. Она чистит его, эту, чешую. Вот, раз. Птицы берут свое, так же выклевывая эти самые. Еще много таких примеров. Это и есть симбиоз. И вот здесь получается то же самое. Береза заболела. Береза в какой-то момент уже где-то в одном определенном месте сильно много мертвых клеток. И гриб начинает их поедать. Мертвые. Видимо, превращаясь постепенно в такую опухоль. И бояться ее не надо. Да, якобы ее надо заваривать с чаем. Польза ее для меня сомнительна. Но, наверное, какая-то польза есть. Чайный гриб мы почему-то используем. Хотя мне до сих пор страшно, когда я смотрю на эту, как его, на эту, не амебова, как его называют, там, медузу, да. Наверное, не по себе становится. Она выделяет отходы, то, что мы, отходы производства. Вот, и мы почему-то это пьем. Вот, может быть, польза. Ну, мало ли чего. Едят же летучих мышей, тараканов. Вот. И пиявок, и этих. Все едят. Так вот, я хочу сказать, что для меня, вот это не пример. Тяга на живых березах. Также не жрет живые березы, а жрет ту же самую мертвитину. Вот. А доказательства, ну, в другой раз покажу. Абаховская семена конопли, не содержащая каннабиноидов, продается в магазине для здорового питания, для порассивников и семенаджей овса. Нет, я еще пошутил, когда сказал, что посадят. Ну, вот сейчас скажу. Мой принцип такой, как в том начале. Вот, царство лежа на боку, и все. Вот. А то, знаете как? Вот, берем, допустим, то, что мы называем. Дерном, поверхность и слой почвы, да. Вот какой только, я даже фотографию сделал, он меняется после каждого покоса. Раз растение доминирует. Я взял на силу, прям под дезинжер, раз и все скосил. Вылазит совсем другие растения. Второй этап, одувальчики. Море. Скосил. Только подросли, скосил. Сейчас какие-то растения непонятные, вообще-таки не видел. Причем полностью занял несколько соток. Вот. И искашу. Я хочу сказать, что мы создаем условия для чего-то конкретного. И вдруг кто-то говорит, берем лопату, перекапываем всю почву, всю. А потом садим сидераты, и вот у них будут подавать этот самый азот. А что у азота, когда я несколько покосов делаю, когда трава выросла, до пояса даже дорастает. Все, она сама место заняла и другим не дает. Сколько у нее азота есть, столько есть. А доберитесь до него, до этого азота. Я скосил. Я увеличиваю плодородие почвы по всем способам. Я ее скосил. Она тут же переходит, начинает болеть, гнить. Ну, то есть, скошена трава. Да еще вот эти же, они же так хорошо перемалывают белку в эту крошку. Так здорово. И она очень быстро проступает на питание грибам и прочие бактерии. Очень быстро. Вместо нее опять выросло. А азот там в ней, в ней. Мне не надо никаких сидератор. Мне надо специально какие-то эти садят. Сейчас помню. Кто-то посадил такой счастливый. Ой, нет, не буду плохого. Плохому учить. Помните, как в этом Велораша. Не дружи с Ваней, как плохого научить. Так и тут. Значит, получается, что почвы лучше все не трогать. А когда косишь, несколько... Она... Даешь... То этой траве поднется. То этой, то этой. Она вся пропитана уже усвояемым азотосодержащими... Этими... Как ее назвать-то? Азотосодержащими... Они есть. Растения азотосодержащие. Любые. Не надо нам с помощью того, что подадим с помощью азота, с помощью корней. Не надо каторжной работы. Ничего не надо. Косите все. Ни один вариант этого не заменит. Так что, вот это я так мне вот это вот письмо Людмилы навеяло. Хотя она в данном случае совсем другая тема. Мичурин. Великий, забытый, вычеркнутый всеми Мичурин. Был против Горохова закона монаха Менделя. Зря, кстати. Но сейчас я применял закон воспитания Ментора. Это не закон воспитания Ментора. Это метод. Вычеркнутый современными генетиками. Сергею, вашу эту. А возьмем еще сильнее забытый закон Химер. Такого закона тоже нет. То есть наличие на дереве морсойкой почки, из которой можно прививкой вывести новое дерево. Более морсойкой. А если значит куда брать сереньки, почки для того же лучше, то есть ну плодов. Все правильно вы говорите, но закон Менделя Мичурин зря отменял. Закон Менделя действует только там, где подвои и привои одинаково могут проявить себя. Идея доминирования связана только с их генетической природой. Там, где живу Мичурин, Менделя закон не проявляется. Еще раз говорю. Погибает все, что это. Даже если доминантами будет культурный на момент прививки, то есть нет, на момент опыления. Даже если доминантами будет именно культурный сорт, а в подчиненном положении будет сорт плебей, но надежный, те трое погибнет, а четвертый этот останется. То есть закон, гороховый закон, монаха Менделя существует. На деле им нельзя воспользоваться. В Египет, пожалуйста, там все. Там как раз будет три к одному, и пошло-поехало. Так, башкирия. У меня тоже вот так вот много яблок от плодожорки. Эх, я всегда говорю. У меня одно. Бери больше, кидай дальше. То есть садим больше. Все. Самый главный закон на семью. Садим больше, иначе не наешься. Я когда говорил, что деревья плодожорка, если они больные, мы, может быть, хотим вырастить самое здоровое дерево. Как ударили морозы за 40, а бывает и 50. Извините, дерево, если выжило, но оно больное, избитое морозами, все в морозобойнах, тут уж простор в плодожорке. И никаким опрыскиванием вы ничего, ее не спасете от нее. И тем, что вы гребаете эти самые плоды, порченные плодожоркой, этими же граблями, ничего вы не добьетесь. Вот и все. Такова жизнь. В нашем месте нашествие плодожорки 50%, а где ваше? Плодо потеряно. Никогда не делайте ловушки из пива, браги, сока. Попьют или не попьют браги, но я сатурю. А слетятся за все округи на вечеринку. Ну, Дмитрий, я не догадался, а вы догадались. Точно, точно. Слетятся. Один человек постарался ставить емкостью под каждое дерево. СБИ-58. Запах отгоняющих бабочек и вредных гадов. Что такое БИ-58, я не знаю. Для этого и вебинар. Мотайте на волосы, делитесь опытом. Так, множество сложностей с прививками, Александр. Любопытно, как питомники добиваются биосовместимости и ведут для нее все такую работу. Питомники покупают крупными партиями саженцы на юге. Или выращивают как этом биосовместимые, выращивают всякую. Помните, я вам показывал рекламную, там саженец без корней. Выдают их, а эти фотографии из интернета такие, что вот если взять любой питомник, а его фотографии, это сразу нужно заехать, это может быть любой сибирский город. У них все эти магазины, питомники. Любой наш российский, европейский город, включая даже Крым, Северный Кавказ. И везде вот такие вот абрикосы, везде вот такие персики. В любой из них только около 200 виноградов украли мои фотографии, а это только маленькая часть моей. Любой из них, поскольку на проект, даже тут же туда все бросать, ехать из Швеции комиссия по нольским премьерам. И вот они приезжают, говорят, вот же фотографии, вот этого не может быть, это Омск, это Крациянск, это Екатеринбург, этого не может быть. Вот приехали в сады Уралок, Миралеевой, вот она, каждый день голову ворочат с экрана по всей России, по всем интернету. Вот, 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 посмотрите, какие замечательные, какая роскошь. Не знаю, что она мои 8 фотографий украла, вот, свои эти, поставила на них. Покажите сад, мы сейчас Нобелевский премьер уже привезли, тут же вручил. Что она скажет? Вы знаете, ну, все-то сады вырастили в другом питомнике. Тогда давайте в другом питомнике, мы к ним поедем, мы им вручим. Поехали. Дальше тишина, а вокруг мертвые деревья стоят. Вот так. Ну что, мы закончили разговор без совместимости. Сейчас разбежались. Так. Так, я не понял, что за ем, а так, мы в принципе закончили, да, в принципе. Сейчас уже вы устали. У меня еще несколько тем интересных оставим до следующего раза. И обязательно появляются новые люди. Начиная с 100, то есть, какой крыльный вебинар сегодня забыл? 143, что ли? 143 вебинара начинает трудно будет что-то усвоить. Так, не забывайте косточки, семечки. У меня уже полный набор абрикосов кроме одного сорта есть. Вишни вылочные 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 есть. Вишни эти поспели. Что еще? Во все вроде. Есть прошлогодние, вы видели качество прошлогодних великолепное. Можете что-то прошлогодних заказать. слив, они еще не поспели мы этого года. Дальше просят почему-то у меня вот эти сибирки и одичавшие ранецки. Тоже очень поздно поспевать нету. Но в принципе ради того, чтобы вам сейчас достались пусих у меня немного, тем более надо успевать у меня купить косточки Амура, Королевского, Серафима, Бая. И с этого момента сейчас давал фасовать по 10 штук своим девочкам и сказал все после вот этого сейчас время есть договорю после того когда вот это для меня это откровение было хожу собираю в чем разница мне же иногда пишут лекарь потерялась а что за сорт абрикос а я отвечаю не знаю до чего дожила свое я не узнаю хотя они привитые привитые обычно сохраняют сортальное качество чем сеансы вот вот она нет нет значит выше значит выше ага ну вот скажите мне на милость Королевский Академик Фаина Бай но они наверное их потомки будут чуть поменьше но сохранят качество ну это уже опять надо с нуля начинать уважаемый генетик Сергей фактически с нуля а вам советую заказать и этих десяток и этих десяток и этих десяток у них внутри кровь манджурцев все это уже факт для меня только я подвожу вас к этому вот сделать их так усреднить нет они не стали мельче они стали похожи только мог манджурский абрикос только он мог избавить их от яркой окраски одного помните какие красавцы старой фотографии вот носика как у академика избавить другого